Теперь смотрим, как же оказались решены эти проблемы у подонков, у рептилий. Первыми настоящими царями суши были как раз рептилии. Амфибии вышли из воды, но как следует покорить суши не смогли. В первую очередь из-за своей зависимости от влажных мест обитания. Для них всегда очень существенна проблема высыхания. Как только кожа высохла, амфибия погибла. Поэтому освоены далеко не все места обитания. Хорошо. А теперь давайте вспоминать, что предки амфибий утратили ребра. Потому что ребра слишком высоко поднимали центр тяжести, и пока конечность слабенькая, положение оказывалось очень устойчивое. Но за 30 миллионов лет эволюции ползунок на суши ясно, что побеждали все более и более активно ползающие, а это значит имеющие все более и более сильные конечности. И возникли формы, у которых лапа уже достаточно сильная. Так, которые образуют надежные подпорки над телом. Тело теперь совершенно незачем размазывать по земле, как блинчик. Значит, и вот тогда-то возникают и побеждают мутанты, у которых в каждом сегменте тела возникают вторичные ребра. Это не те ребра, которые были у рыбки. Это совершенно новые ребра. И разница оказывается принципиально важной. Разбираемся. Вот это позвоночник. Номер один – это один позвонок, номер два – это другой позвонок. Так? Вот это ребро. Обратите внимание. Ребро переросло к позвоночнику или есть щель? Есть щель. Образовался сустав. И вот две мышцы, которые подходят к этому ребру. Одна мышца подходит от предшествующего позвонка, а вторая мышца от последующего. И давайте смотрим, какая игра начинается. А, посмотрите, что начинает ребро делать. Если мышцы поочередно то расслабляются, то сокращаются. Ребра приходят в движение. А теперь давайте посмотрим, к чему это приведет. А приведет это вот к чему. Если ребра все вместе приходят в движение, как будет меняться внутренняя полость тела? Объем будет сохраняться или меняться? Меняться. Меняться. Движение ребра приводит только к растяжению внутренней полости тела, только к изжатиям. Это скажется на давление внутренней полости тела? Да. Классно. А вот теперь дивная совершенно моделька. Я ее достаточно давно придумал, но с тех пор пользовался неоднократно. Помогает хорошо разобраться, даже отнюдь непрофессиональным людям. Как построена гармошка, баян, аккордеон? Все себе представляют? Ну, или кузнечный меха как строят. Представляете? Есть у нас две доски, а между ними герметически замкнутые меха. Ну, я беру гармошку и бовчий инструмент. Я беру в мехах, проделываю дырку. И в эту дырку вклеил трубку. Вот видите, сверху идущая трубка? Она открыта во внешнюю сверху. А снизу под к трубке я приклеил воздушный шарик. И теперь, теперь я имею три разные среды. Я имею внешнюю среду, вот она. Я имею объем самих мехов, вот он. И имею внешнюю среду внутри шарика. Вот для нас это очень важно. Я начал играть на такой гармошке. Я беру, растягиваю доски в сторону. Что будет с давлением внутри мехов? Уменьшается. А как реагирует шарик на то, что вокруг него давление уменьшилось? Внимание, рабочий вопрос. Я купил шарик и не надувая, так, заклеил его скотчем. Можно ли теперь заставить шарик раздуться? Поднимайте руки, кто понимает, как можно заставить раздуться заклеенный шарик. Очень хорошо, молодцы. Так, ну кто у нас на норьке? Прошу. Разумеется, подвагу на колокольчик. Да, ведь раздуваться или сжиматься тело заставляет не величина давления, а разных давлений. Раздуваться шарик будет, если давление внутри у него выше, чем давление снаружи. А если давление снаружи выше, чем внутри, то шарик будет сжиматься. Итак, я развел доски, и шарик что начал делать? Стало расширяться. Вопрос, он так будет до бесконечности расширяться? А до какого момента, прошу? Пока давление при шарике не уравняется. Именно так. Пока вот эти передавления не уравняются. Хорошо. А теперь я сжимаю доски. Что будет делать шарик? Сжиматься. Скажите, а сжиматься он будет, потому что на него доски давят или нет? Вот посмотрите, вообще стенка шарика хоть в одном месте кармошка касается или нет? Нигде не касается. менять объем он будет из-за изменения давления в полости. И это оказалось совершенно гениальной конструкцией. Схема 3. Я приделываю к этой трубке не один шарик, а целую гирлянду шариков. Вот как здесь, вы видите, там целую гирлянду все. И растягиваю гармошку. Скажите, раздуваться будет только один шарик из гирлянды или все? Все. Потому что изменение давления подействует на стенки всех шариков. Скажите, а будут ли этому мешать вот эти стенки между шариками? Нет. Нет, конечно. А в результате сколько шариков можно туда, внутрь кармошки засунуть, с тем, чтобы каждый из них то втягивал в себя воздух, то выталкивался. Да сколько хотите, столько и можно. они не мешают друг другу. При этом каждый шарик сам будет втягивать. Ведь от стенки у шарика будет уходить. Он сам будет втягивать воздух и выталкивать воздух. Это не внешний насос работает. А в результате а в результате дорога для создания вот такого легкого. Смотрите, какая здесь внутренняя площадь стенки. Огромная. В результате что с уровнем газообмена в самом легком можно делать? количество кислорода, которое будет проходить в кровь сквозь такое легкое. Какое количество по сравнению с легким бегушкой? С легким. Да несоизмеримо больше, во много раз больше. Скажите, а после того, как такое легкое поставили, нужно ли сохранять проклятие амфибии в тонкую кожу? Нет. Теперь весь кислород необходимый идет только через легкие. И кожу можно бронировать сколько угодно. Рептилии так обрадовались, что у них роговой слой развивается. Мало того, что вся кожа аргоевает, развивается еще дополнительное роговое образование, которое будет называться чешуи, щитки и так далее. Никогда не путайте чешую рыбы с чешуей ящерицы. Это совершенно разные вещи. Совсем разные. Это у рептилии совсем-совсем сухая кожа, воду не тратим, так? В результате сохраняется ли зависимость от среды обитания? Нет. Нет, не сохраняется все вперед, хоть пустынь. Воду я почти не тратил. И когда возникает вот такой тренд осваивания засушивания, места обитаемых, скажите, пожалуйста, кто начинает выигрывать в конкурентной борьбе? Те, кто воду экономно расходует, или те, кто воду тратит совершенно не экономно? экономно. Да, конечно, если мы осваиваем засушившие места питания, подтверждают те, кто экономно расходует. А теперь давайте прикинем, а какие системы органов у животных вообще тратят воду? пищеварительные пищеварительные незначительно тратят. Ну да, мы не совсем сухие экскременты выделяем, но это незначительные траты. выделительные системы, да, действительно тратят. Еще? Ребят, не учитывайте. Вот экономить можно на любой системе, кроме одной единственной. Это просто плата за наш с вами наземный образ жизни. Очень много дыхательной системы тратят. Ведь вы вдыхаете воздух из внешней среды, имеют ли этот воздух, который вы вдыхаете, стопроцентную влажность или нет? Да нет, вы более сухой воздух вдыхаете. А можно ли в легкие пускать такой сухой воздух? А он сразу убьет клетки легких. Поэтому по дороге от внешних ноздрей в легкие стоит сложная система увлажнительной. Задача как раз насытить воздух, который вы в себя засовываете парами воды. В результате вы отдыхать какой воздух будете? Влажность. С влажностью около 100%. Проверить элементарно, если вы подышали на стекло, что на стекле остается? гуманное петло. Это пары воды, которую вы выдохнили. И вот сократить вот эту потерю воды нельзя никак. Все остальное можно. Что продемонстрировали рептилии. И, кстати, птицы, которые прямые потомки. Во-первых, кожа совсем без желез. Просто нет железа. кожа. Это анхибии. Там были слизистые, ядовитые. У настоящих рептилий есть. Ну, допустим, там морперы запаховые железы есть. Но они тратят в основном не водные, а жировые растворы. Да? Значит, кожу заблокировали, почка. Так рептилии изобрели коммунную почку, которая расходует в 40 раз меньше воды, чем наша с вами. Удаляет ровно те самые продукты обмена, которые наша почка удаляет, только при этом в 40 раз меньше воды трожит. В результате возникла возможность заселять любые по степени засушенности места обитания. Хорошо, сделаем.